я сегодня хочу показать девочку и мальчикам булочку черного цвета булочку черного цвета которая юзается для изготовления хипстерского черного бургера а понятно ныне популярного теперь очереди в хипстерские заведения где подают черный гамбургер исчезнут потому что это теперь смогут сделать граждане нашей страны и не только у себя дома они перестанут содержать этого чувака который делает вид что он музыка и понимаешь на каждой кухне должен быть активированный уголь обязательно когда ты отравился съел кого-нибудь говна до в общепите у этих музыкантов вот у меня поэтому есть активированный уголь логично потому что как выясняется он еще и используется для приготовления черного теста а как же чернила каракате чернила до чернила не дают такого интенсивного цвета и тесто с чернилами пахнет немножко кальмаром потому что каракатица это собственно кальмар и тогда такую булочку можно использовать только для рыбного гамбургера а если с мясной как-то не прокатит а когда тесто покрашено активированным углем тогда можно сделать булочку которая и для того пойдет и для мяса и для рыбы и вместо котлеты говна положить очень интенсивный цвет дается ровно и уголь и полезно потому что даже если между слоями булочки будет лежать испорченная котлета активированный уголь который естественно он тебя дезинфицирует все возьмет на себя из тебя все это выйдет безболезненно и ты не будет признаков отравления ты будешь счастлив то есть если на ценнике в хипстерском кафе написано что состав входят чернила каракатицы надо критически к нет может быть и входят может быть взять столько каракат чтобы надоить быть честным они могут положить маленькую каплю чернил каракатицы на 100 тонн теста а остальное они там есть они не соврут при этом а каракатица как у нее достаются чернила ну как у каракатицы есть специальный мешочек такой внутри во внутренностях который наполнен этими чернилами и когда ее ну доберу разрезают этот мешочек из нее вынимают аккуратно а потом просто чернила выдавливаются что ли хотя можно их разбомбить и потом процедить и стенка вот этого мешочка она останется носите а потом их там немного консервируют и это такая густая масса такая как желе не может сами чем я могу тебе показать каким образом у меня есть есть вот у меня я думал что каракатица сама выбрасывает когда она там обострется она выбрасывает когда она испугается чтобы как бы замаскироваться но мешочек то у нее есть когда их поймали а он мешочек наполнен и обе стушки даст все распотроним вот смотри вот банк с чернилами вот видишь тут написано squid ink видишь это не жидкость а такая вот гуталин как гуталин да вот такая масса я должен превратить в пыль это будет очень эффективная краска интересно уголе этот вот разбомбленных пыль он не возьмет в себя те газы например которые образуются при нет 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 газы будут тесто будет бродить как самое обычное тесто я вот возьму сейчас ну 30 таблеток то возьму значит я сейчас смотри это у меня такой на самом деле измельчитель как бы кофемолка такая насаживаемая на кухонную машину на кухонную машину у нас сейчас на ставьте вот сюда машина сейчас ее двусторонний нож и нас бомбит хорошая вещь пыль вот еще аура кумар такой приходный кумар такой пошел до значит теперь туман я могу взять немножко воды холодной воды видишь какая черная вода то немного горячий чтобы воду сделать теплой я ее сейчас вываливаю в дежуре я машине замешу тесто чтобы там не мучиться вот сейчас польется замесы тесто черная вода и немножко видишь тут на дне осела как разрушаются легенды все теперь смотреть свеженькие дрожжи а ты прессованными дрожжами я люблю это сахар сахар им надо подкормить дрожжи любят сахарок тогда они лучше бродят это салл ты все на глаз пойдешь конечно сол и теперь смотри сахар я тебе сейчас заодно растворить немножко дрожжи да и сейчас я добавлю муку я покажу тебе критерии готовности теста сейчас машин главный критерий моя будет чтоб все знали вот ты должен напрячься тогда когда при постепенном добавлении муки тесто отстанет от стенок и от дна и они будут чистыми да да вот это уже почти готовое тесто такого хлебного типа ну еще видишь ничего не отстает правда не отстаем по капочке сейчас буду добавлять муку чем дальше тем меньше порция муки чтобы не сделать тесто более густым чем надо это я убираю как только начнет отставать все надо проявить осторожно да надо уже аккуратно может быть еще чуть-чуть добавить муки все так вот она вот она чуть-чуть мукой да присыпаем это черное черное однородное тесто ведь сейчас даже пиццы начали печь но почему нет и вот теперь это тесто должно забродить наше модное подняться я сейчас вот так прямо верну его убить такого толстого блина в вижу и подходить будет в деже да почему нет посыплю его сверху мукой можно не накрывать ничем забыли забыли 40 minutes 40 minutes ничего что по-английски слушай ну тесто поднялось я смотрю почернело даже как то тесто поднялась усмотрим булочки для гамбургера должны быть всегда одинаковы точно точно поэтому вот здесь без весов уже не обойтись здесь нужно их разделать на шарики на порции через весы те его сейчас уже обмял немножечко воздух да вот примерно для булки это будет наш 80 грамм 80 грамм я сейчас тесто разделю на порции по 80 грамм 80 грамм я первый беру так на глаз потом уже а вот теперь смотри надо чтобы они были кругленькими хорошенькими да поэтому заготовку для гамбургера нужно скатать в очень плотный шарик плотный шарик да когда ты будешь катать шарик вот так вот я скатал как мог в общем то шарик не самый плохой не самый плохой но он не плотный чтобы был плотный катать шарик нужно иначе а то есть я медленно делаю с нажимом я подкатываю тесто и пальцами его подгоняю всегда вот в это место weight and we deny давление и это быстро выглядит так я все же мы все сильнее 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 сильней и подкатываю 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 тесто чтобы шарик был закатан очень ровно и плотно вот вот плотный шарик этот помягче то есть я вот так вот каждую заготовmente я сейчас покажу что это можно делать двумя руками вот смотри этот и виртуоз здесь уже две руки пошли работать всякая дрожжевая булочка должна еще раз стояться да потому что если мы сейчас их поставим в духовку тоже начнут интенсивно работать их порвел их на разорвет они пойдут трещины поэтому булочки должны увеличиться в объеме в теплом месте и только потом их можно ставить уже в агрессивный нагрев да да я попробую тоже но я нет 1 одну тесто округлитель системы лазерсона пальцы надо немножко подгибать лишь каждый раз у меня пальцы подгибаются точно все 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 рука вспоминается получилось да нормально закатал вот еще противень я посыплю его мукой и не дай бог чтобы они не слиплись до друг друга потому что они будут увеличиваться все-таки в объеме и опять поставим в теплое место я поставлю в нижнюю духовку немножко я включу чтобы градусов на 35 но тут подачи пара влажности нет нету нет но это не так уж важно ну на самом деле вот опять мы берем паузу потому что растойка должна произойти может быть до 20-25 минут ну короче все растойка прошла давай посмотрим давай давай красавцы стали теперь их надо замазюкать лизончиком лизончиком сейчас я болтану болтану шмолтану яйку только когда изделия поднялись только тогда их можно смазывать из млека отлично кунжут а контрастный кунжут булочки для гамбургеров как принято посыпать кунжутом здесь он особенно хорошо будет смотреться потому что на черном духовка 180 конвекция небольшие где-то 15 минут и они будут готовы ну вот 15 16 минут до 180 градусов у нас было булки готовы вот они и теперь я их сейчас проверяю как они не прилипли все нормально я сейчас сгоню немножко поближе вот так вот сюда и полотенечком на кровь они чуть-чуть пришли все отошли до немножечко потом да ну полотенце такое бывало и но она чистая блюя девушек с черными булочками а мне вот не посчастливилось пока с черными а то есть удаленно вы также как я любите черные булки ребята поэтому ставьте лайк чтобы они тряслись спасибо есть анекдот ну Продолжение следует...